В нашем округе каждый день единый волонтерский штаб на мобильных пунктах вакцинации помогает медикам прививать жителей от COVID-19. Желающих сделать прививку становится все больше и больше. Врачи физически не успевают за потоком. В день у нас где-то проходит более 300 человек. Вот вчера было у нас 300 повторов и 90 первички. Волонтеры нам очень хорошо помогают, потому что такое количество вбить в программы это очень трудно. У нас всего в данный момент 4 оператора, но девочки временные, они скоро уйдут. И волонтеры нам, конечно, очень хорошо помогают. Они освоили программу, вносят тоже данные в нашу систему ЭМИАС. Поэтому помощь очень нужна. Даже выписывать справки, потому что почти всем необходимы справки на работу. Сейчас же работодатели требуют вакцинацию. Поэтому помощь очень хорошая и она необходима. Волонтеры помогали жителям с самого начала пандемии. Собирали продуктовые наборы, покупали лекарства и развозили нуждающимся. А сейчас они работают на пунктах вакцинации. Таисия Дробжева рассказала, что именно они делают. Мы помогаем встречать людей, помогаем заполнять им документы. Потом вносим эти все данные в единую базу данных. Но также мы меряем температуру, но также общаемся с людьми, чтобы благоприятная была обстановка. Чтобы люди, придя на пункт вакцинации, чувствовали эту необходимость. И то, что они должны беречь себя, беречь здоровье своих близких. У каждого добровольца есть свои причины стать волонтером. Для Таисии это прежде всего помощь людям. Я мама троих детей, поэтому я считаю, что это очень ответственная такая работа. Хочу своим примером показать, что это очень важное и ответственное такое мероприятие, что нельзя оставаться в стороне, нужно помогать людям. Я чувствую ответственность и, конечно, удовлетворение от своей работы. Если кому-то я помогла, если кому-то я дала отдельный совет, такую правильную информацию донесла, мне это очень приятно. И, конечно же, я чувствую нужность своей работы. Таисия привлекает и своих детей к волонтерству. Ведь сейчас, в это непростое время, помощь добровольцев необходима как никогда и жителям, и медикам. Карина Леднева, Руслан Полянин. Новости Искры ВЭКТ. Новости Искры ВЭКТ.